В условиях критического снижения уровня воды в реке Лени, речники и те, кто ждет долгожданный груз, меняют схемы доставки и пытаются более полно загружать суда. Приспосабливаться приходится и представителям, везущим коммерческий груз и перевозчикам акционерной компании «Алроса». Алмазники по реке должны завести большой объем товарно-материальных ценностей, которые позволят бесперебойно работать подразделением зимой. Как выходят из положения перевозчики и снабженцы, расскажет Олеся Васева. Коммерческие грузы идут. Это на 95% товары народного потребления, в основном продовольствия. А вот северный завоз на грани срыва. В первую очередь ждут топливо. Но угля и нефтепродуктов завезли едва ли до половины. Река обмелела слишком рано. Мелеет не на всей протяженности. От Киринска флот с глубокой осадкой может двигаться без особых проблем. Поэтому сегодня многие предприятия разрабатывают новые схемы доставки. «Буквально в прошлом году мы приобрели Киринский речной порт. Ну и попробуем осуществить там перевалку. Сейчас туда поднимаем 16-тонный плавкран. Будет переработка, доставка грузов с Иркутска, с Новосибирска, автотранспортом до Киринска. Там отгрузка на флот и дальнейшая доставка до Ленской». Похожие схемы перевалки грузов в Киринске планируют придерживаться и предприятия компании. Правда, вести товарно-материальные ценности будут не транспортом, а мелкосидящим флотом с Уськута. Перевалкой судно на судно будет заниматься бригада сотрудников Ленского отделения ОМТС в составе пяти человек. Это докеры-механизаторы во главе с мастером. «Суда, которые могут осуществлять транспортную работу между Уськутом и Киринском, будут со стороны Уськута подвозить определенную номенклатуру груза. И суда с более глубокой осадкой будут перегружаться в районе Киринска и с более полной загрузкой работать в сторону Ленска». Командировка длительная. Пока на месяц для комфортного пребывания бригады в местности, где абсолютно нет никакой инфраструктуры для проживания, управление доставило вагончики временного размещения, заключило договор с поваром. Бытовые вопросы не должны волновать сотрудников. Перед ними стоит серьезная задача, говорят в МТС. Грузы компании должны поступить в Ленск до конца навигации в полном объеме.